Добрый вечер. Алло. Я вас слушаю. Альфа-банк, Сеня Дмитриевна, инспектор по работе проблемной задолженности. Я вас слушаю. Задолженность в Альфа-банке у вас 53 дня кредит не оплачивается. А в чем причина нарушения условия договора? Укончились деньги. Все деньги идут на семью. А кончились нужные средства? Да. А зачем тогда оформлять кредит, если все деньги и средства уходят на семью? Не мог спрогнозировать такую ситуацию. А вы что, не работаете? Ну, так сказать, не хватает денег. В первую очередь я деньги на семью трачу. У меня есть доход, но я утрачу на семью. Понятно. И как вы сейчас намерены решить вопрос с подплатой? Ну как, тут все стандартно. Мы же с вами в цивилизованной стране. И что банк, что я являются цивилизованными субъектами права. Поэтому давайте, наверное, в суде это все решать. Что вы добровольно не готовы рублировать этот вопрос? А суд это дыба по-вашему или что? Вот суд-то как раз, на мой взгляд, это и есть добровольно. У вас есть договор. Да. В рамках статьи 310. Вы договор подписывали. Да. Взяли на себя обязательства об оплате кредита. Вы это сейчас не делаете. Конечно, не делаю. Это констатация. Вы сами говорите о цивилизованном государстве, а на сегодняшний день... Ну нет, у меня возможности от того, что вы мне сейчас... ...и граждане действуют согласно законодательству. Вы его нарушаете. Да нет, еще раз повторю. Это констатация факта. И точно так же я вам констатирую факт. У человека нет денег. У него есть дети, у него есть семья. И они на первом месте. Занимайтесь, зарабатывайте. Не-не-не-не, не полезу в долги. Зачем? Хватило. Позавайте ценные имущества. Да что вы? У меня нет ничего ценного. И решайте вопросы о плате. Ребята, я сделал свой шаг в сторону банка. Я заявляю, написал письма вам. Понимаете? О своем финансовом положении. Я могу, я не закончила. Ну, заканчивайте. Положения бывают разные. Да, я знаю. А так-то перед банком есть. Банк имеет полное право выставить вам весь основной долг о плате. Так это в любом случае придется делать. Перед судебными разбирательствами. На приказное производство в рамках статьи 126. Упрощенный порядок. Это вы сейчас про судебный приказ твердите, да? Я сейчас вам сообщаю последствия. Ну, хорошо, конечно, сообщать. Не предупреждала я вас. Упрощенный порядок разрешения материально-правовых споров. Он осуществляется без вызова сторон. Все единолично будет вынесен судебный приказ. И постановление вам надо правильно обошли. Ну, я попытаюсь прокомментировать ваше заявление. Нет, ну давайте по судебному приказу, по пунктам. А то вас понесет в дебри. Я вам сейчас сообщу, что я разбираюсь в законодательстве. И вы уже, может быть, не будете нести ахимию. Я рада за вас. Я не договорюсь. Так вот, судебный приказ выпускается совершенно спокойно одной стороной. И точно так же дается право второй стороне отменить судебный приказ, если я буду не согласен с суммой, которая будет фигурировать в этом приказе. Вы согласны будете или нет, в суд набрать документы на исполнительное производство. Только после решения суда. Если я спокойно отнесусь к вынесенному судебному приказу, тогда да. Тогда, конечно, милости просим, исполнительное производство. Но мы не допустим исполнительного производства. Вы являетесь заемщиком. Девушка, давайте я вам кое-что расскажу, то, что вам ваши работодатели не рассказывают никогда. Да вы ерунду говорите, поэтому мне хочется вас перебивать. Вы понимаете, что это имеет место быть? Да почему? Ну, конечно, имеет место быть, если человек неграмотный. Мы так и будем говорить в параллель? А что такое в параллель? Вот вы все время говорите слово в параллель. Да, мы в параллели говорим. Я говорю, вы говорите. А вы знаете, что такое параллельность? Я знаю. Так это когда две параллельные линии. А каким образом может геометрия вообще сейчас здесь фигурировать? Я пытаюсь вам дать понять, что я разбираюсь закон о творчестве. Я рада за вас. Ну так вот, а вы говорите ахинею про судебный приказ зачем-то. Я прекрасно понимаю, чего вы сейчас хотите добиться, но вас... Ничего не добиться. Вы хотите что-то добиться. Вы могли мне не звонить вообще. Я бы спокойно все лужу начали. Так как вы сами в параллель разговариваете? Да что у вас эту параллель заладилось? В перпендикуляре я хочу с вами поговорить. Будете говорить только не здесь и не сейчас. Почему это вы так решили? Если на исполнительное производство документы будут направлены в рамках статьи 33 в исполнительном производстве, вам будут выезжать дебный пристав исполнит. Ну да, так если оно реализуется. На основании судебного приказа я не допущу исполнительного производства. Я не дам ход исполнительному производству. Вы являетесь кредитором, который не оплачивает свои... Не являетесь кредитором. Кредитором является банк. Вы являетесь заемщиком, а банк является... Ну и что теперь? У нас равные права. Суд не работает в одну сторону. Вам сообщили, что надо испугать меня. У вас этого не получилось. И вы начинаете долбить свою вот эту правду ни в чем. На сегодняшний день я пытаюсь до вас донести информацию, но вы этого не понимаете. Да почему? Я комментирую ту информацию, которую вы пытаетесь до меня донести. Просто комментирую. Поэтому сейчас мы делаем вывод. 12 100 рублей вам нужно оплатить полным. Я вам сказал, у меня нет возможности заплатить даже 100 рублей. Поэтому изыскивайте. Начался учебный год. У меня ребенок пошел в школу. Дети, внуки... Это проблема, которая у вас есть. Конечно, я их и решаю. Но ни в коем случае не буду в первую очередь планировать свой финансовый бюджет на покрытие амбиций коммерческого учреждения. Оплатить нужно за должность. Денег поступать не будет. Я вас вынужден послать в суд. До свидания. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, обращайтесь в суд. Я свой шаг сделаю. До свидания. До свидания. Вы позвонили, вы и кладите трубку.